Продолжение следует... В этот день лед на Якобе трещал не от крещенских морозов. На улице всего минус 19. Сотни верующих стремятся к проруби. Чтобы попасть к ней, нужно запастись терпением. Я ожидаю, что этот благополучный год для меня будет. Я каждый год исполняю эту веру в Бога. Я каждый год ныряю и ожидаю, что меня будет оберегать Бог. И в дальнейшем у меня будет все очень хорошо. Священный Иордань на заливе не традиционный крест, а прямоугольник. Хотя, как говорят церкви, не столь важна форма купели, сколько душевное настроение, когда входишь в воду. Фактически раз в году появляется возможность смыть грехи. А их, судя по очереди, у людей накопилось немало. Как истинная христианка, я просто считаю, что это долг буквально каждого христианина. Тем более, нам совсем не страшно. Не решились на зимнее купание, можно прийти и набрать святой воды. Считается, что вся вода, взятая на крещение, хранится долгое время, обладает целебными силами и помогает излечиться от разных недугов. Для забора воды оборудовано две Иордани. Иркутяне вооружились большими банками, бутылками, канистрами. Во избежание несчастных случаев на заливе дежурят медики, спасатели, полицейские. С 00.00 часов 19.00 числа были оборудованы 19 Иордани. То есть, это те Иордани, которые были в ночь открыты. В обряде купания приняли участие более 4 тысяч человек. Всего в Иркутской области было оборудовано 72 Иордани. К ним пришли более 90 тысяч человек. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Но, несмотря на большое количество людей, происшествий зарегистрировано не было. Туяна Немаева, Николай Крупченко. Новости. Сейчас.